А посмотрите на сегодняшний день. Ваше поколение, ваш возраст полностью посвящён в сексуальные взаимоотношения. Зачем? Кому это нужно? Задавайте этот вопрос себе, и вы сможете на него найти ответы. Оказывается, что сексуальная революция на нашей территории пришла с подачи программы, так называемой программы планирования семьи в конце 90-х годах. Программа достаточно красивое название, планирование семьи, цели и задачи тоже, когда посмотрели, тоже вроде бы ничего. Как создать благополучную семью, родить здоровых детей или не рожать вообще, если экономика не позволяет. Но когда копнули глубже, оказалось, что вдохновитель этой программы некая Маргарет Зангер, женщина-феминистка. В конце, в начале прошлого века, 1930-е годы, эта женщина, ненавидящая мужчин и детей, решила провести сокращение численности населения на своей территории, сократить людей. Для этого она провозгласила женскую лигу нации по сокращению численности населения. Всё было в открытую, никто ни от кого ничего не скрывал. Она стала пропагандировать аборты, стерилизацию женщин, вот как раз оттуда и пошли эти аборты. Но началась Вторая мировая война. Когда война закончилась, вернее, об этой программе забыли. Но когда война закончилась, эту программу подняли, отредактировали, придали ей красивое название и запустили на нашу территорию. Планировщики сейчас ходят по школам, высшим учебным заведениям, собирают старшеклассников, подростков и молодых людей и начинают им рассказывать о том, как плохо сексуальные отношения, какой кошмар заболеть сифилисом, спидом и так далее. Приносят средства индивидуальной защиты, начинают рассказывать, как всем этим пользоваться. Но никто из планировщиков вам никогда не скажет о том, что секс без любви разрушают. Что если, не дай бог, вы этим занялись или увлеклись, надо остановиться. И попытаться они вам должны остановить себя. Но никто из планировщиков никогда вам об этом ничего не скажет. Почему? Потому что перед ними стоят совершенно другие задачи. Основная их задача — это сокращение численности населения на нашей территории. Оказалось, что программа планирования семьи является частью более глобальной программы, которая развернута на всей планете. Эта программа называется «Золотой миллиард». Слышали о такой программе что-нибудь? Да. Хорошо, если слышали. А тот, кто не слышал, я сейчас вам расскажу. Программа «Золотой миллиард» — само название программы говорит само за себя. Речь идёт о населении. Некто, сложно их назвать людьми, скорее всего, это не люди, какие есть сейчас на Земле. Подсчитали, что к 2000 году на планете Земля будет 6 миллиардов человек. И оказывается, что наша планета не в состоянии прокормить такую численность населения. Поэтому людей надо сократить до «Золотого миллиарда». 5 миллиардов с планеты убрать. Как вы думаете, я или вы войдём в эту программу «Золотой миллиард»? Нет, навряд ли. В неё войдут те, кто создали её и введут туда того, кого посчитают нужным. Вдохновитель этой программы — бывший премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер и ихний геополитик мировозначения Бжезинский. Программу они создали в конце 80-х годов, но рассчитана эта программа до 2017 года. По этой программе, мало того, оказывается, что эта программа рассчитана в основном на нашу с вами территорию. По этой программе до 2017 года на территории России должно остаться 20 миллионов человек, на территории Белоруссии 5 миллионов человек, на территории Украины 10 миллионов человек обслуживающего персонала. В 1987 году у нас на Украине проведена была перепись населения. По переписи нас было 56 миллионов человек. В 2004 году они нас переписали, и нас было уже 42 миллиона человек. За последние пять лет ситуация резко ухудшилась. 500 тысяч уходит каждый год без объявления о войне. 46% молодых семей не способны рожать детей. Не хотят, хотят, но не могут родить детей. То есть прироста населения фактически нет. А вы, будущее поколение нашей страны, если вы так активны будете в том, что они пропагандируют через средства массовой информации, то к 2017 году вы как раз таки и станете этими самыми больными, никому не нужными людьми, не способными рожать детей вообще. То, что я вам сейчас зачитаю, было зачитано на Тайном Конгрессе в США в 1945 году. Будущий директор ЦРУ Аллен Даллас дал вот такую вот речь. «Окончится война, всё как-то утрясётся и устроится, и мы бросим всё, что имеем, всё золото, всё материальную мощь, на оболванивание и одурачивание русских людей». Человеческий мозг, сознание людей способны к изменениям. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная, по своему масштабу, трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдавливать человеческое сознание, культ секса, насилия, садизма, предательства, словом всякой безнравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодёжь. Станем разлагать, расклевать, развращать её. Мы сделаем из них молодых циников и пошляков. Вот так мы это будем делать. Можете себе представить, что когда заканчивалась Вторая мировая война, нашему народу была объявлена новая война. Она не была официально объявлена, это была тайна, сокрыта, направлена на наш народ. И война эта называется информационная война. И вы родились в самый разгар этой информационной войны. И сексуальная революция — это последний удар по нашему народу. Мы её фактически очень успешно проиграем. В 2004 году Бжизжинский приезжал в Киев проверять, как у нас идут дела. Дела ему понравились. Мы успешно выполняем их программу по собственному сокращению. Информационная война, как любое явление, любая информация, имеет две стороны — положительную и отрицательную. Негативная сторона состоит в том, что эта война необычная. Вы не видите врага. Никто на вас не бежит, с автомата не стреляет, бомбы на голову не летят. Вы тут же не погибаете. Нет. Всё замечательно вроде бы. Вы утром проснулись, пошли на учёбу, отучились, вечером погуляли. Ляглись спать, утром снова новый день начинается, солнце встаёт и садится. Всё вроде бы обычно. Но в ваше сознание вставляется просто ложная информация. Принимая её в свою жизнь с нашим русским максимализмом и доверчивостью, вы сами себя собственными руками разрушаете. Процесс не стремительный, не мгновенный. Нет. Но в промежутке во времени он достаточно растянут. 5-10 лет. Но очень устойчивый. Если человек согласился с информацией, принял её, он начинает так жить. И живя, разрушает свою полевую составляющую, своё физическое тело. С другой стороны, информационная война, другая её сторона. Оказалось, что она базируется всего лишь на одном единственном факторе. И стоит этот фактор исключить из нашей жизни, как война тут же прекратится. Я запишу этот фактор на доске. Продолжение следует...